Праздничный телемарафон, посвященный дню рождения Одессы, продолжается в телекомпании «Новая Одесса». Вы можете позвонить по телефону 709-1010 и рассказать нам об интересных событиях, либо просто передать поздравления или присоединиться к нашим поздравлениям с днем рождения нашего любимого города. И не забывайте смотреть нас в прямом эфире, мы работаем до самого окончания сегодняшнего праздничного дня. В прямом эфире работаем, в прямом эфире работают наши журналисты, которые сейчас освещают все праздничные мероприятия города. И с нами на связи наш корреспондент Вадим Рпаченко, ему слово. Ну что же, студия, пока еще звезды не приехали, пока мы все вместе их ждем. А тем временем мы встретились с одним из участников оргкомитета этого концерта и вообще Дня города в Одессе, насколько я понимаю. Рядом со мной Алексей Элс. Алексей, расскажите, пожалуйста, чего сегодня нам ждать? Я вам скажу, что сегодня, я не знаю, там, прошлые и позапрошлые годы, в прошлом году мы работали, позапрошлые и так далее. Я, честно говоря, не помню по количеству артистов, но в этом году достаточно серьезная команда артистов будет. И весь оргкомитет очень сильно постарался над этим. Своей стороны, мы построили очень серьезную конструкцию, аналогов которой в Одессе еще не было. 24 фуры, только железо приехали. А вот я знаю, что будет Тина Кароль, будет Потап, будет Настя, а кто еще будет из известных? Тина Кароль, Леся Песня, Ингрид, Потап и Настя Каменских, Бумбокс. Бумбокс. Да, ну и наши звезды, там, Аида Николаевичук, которая выиграла X-Factor, Анастасия Букина, я думаю, всем известная в Одессе. Ламинский наш, сам Саша Ламинский, наше все. Понятно. А вот когда мы сюда шли, насколько я знаю, выступала, разминалась на сцене девушка, по-моему, она победительница «Голоса Краины». Мы сейчас можем где-то ее тут найти, пообщаться с ней? Я думаю, что будем искать, будем искать. А вы нам поможете в этом? Постараюсь. Хорошо, сейчас нам... А вот еще такой вопрос, мне подсказывают в ухо. А можем ли мы освещать это событие в прямом эфире на нашем канале? То есть не только интервью там показывать, а еще и... Ну, будем решать этот вопрос. На сцене, под сценой? Ну, попробуем решить технически. Попробуем. Обговорим вне кадра этот момент. Я понял. Хорошо. Спасибо вам. И так мы постараемся это освещать. Нам пообещали содействовать в этом. Сейчас мы попробуем найти все-таки эту девушку. Настя, если я не ошибаюсь. Аня. Аня. Аня ее зовут. Она участница «Голоса Краины». Вот. Ну, пока мы с вами прощаемся и отправляемся на поиски Ани. Вадик снова отправился на поиски девушек. Вернулся к своему прежнему занятию. Ну, в его возрасте это абсолютно нормально, мне кажется. Было бы странно. Давайте поговорим о возрасте Вадика. Почему? Сегодня вот Одесса празднует день рождения. 219 день рождения, опять-таки. Ну, а несколько моложе. Да, немного моложе. И потом он мужчина. Возраст для мужчин не имеет такого большого значения. Какой грусти вы это произнесли, Ира. Для вас тоже. Зависти. Зависти, наверное. Зависти какой-то. Хотя красавица Одесса, отпраздновав почти уже 219-й свой день рождения, выглядит по-прежнему отлично, мне кажется. Ну, если бы не мешали еще, было бы вообще замечательно. Не воровали косметику. Мы приближаемся к пяти часам. Вас ожидает выпуск новостей. Ну, а сейчас мы продолжаем вам рассказ о событиях, которые происходят в городе. На связи наши журналисты. Они пытаются найти все самое интересное. Сейчас происходит смена. Новые группы разъезжаются по городу, чтобы поинтересоваться у одесситовых впечатлениями от этого дня. Вы смотрите это все на телеканале «Новая Одесса». Наш прямой эфир идет уже с 10 часов утра и в данный момент уже почти 5 часов. То есть сколько мы находимся в эфире? 7, почти 7 часов в эфире. Скоро пойдет 8-й час, как мы вместе с вами наслаждаемся этим днем и видим, как день рождения красавицы Одессы развивается постепенно, 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 приходя к своему логическому завершению гала-концертам. Посмотрим, каким он будет. Ну, а пока, дорогие телезрители, мы прерываемся буквально на несколько минут. Нас ждет сейчас реклама, потом маленький музыкальный подарок, а потом Антон Равицкий познакомит вас с новостями сегодняшнего дня. Оставайтесь на «Новой Одессе». Оставайтесь на «Новой Одессе».